МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Загоруйко – депутат по 13-му избирательному округу. В 2008 году окончил среднюю школу номер 2. В 2014 году получил диплом МГТУ имени Баумана отделения фундаментальной науки по специальности прикладная математика. Потом учился в аспирантуре при МГТУ имени Баумана на кафедре социальной философии. Сейчас Владимир Загоруйко занимает должность исполнительного директора ООО «Строительно-производственная компания». Состоит в Молодежном совете при Совете депутатов города Серпухова. Владимир, можно начать с того, что вообще зачем вы пошли в депутаты? Вы очень молодой человек, большие перспективы перед вами. Зачем именно депутатская деятельность? Я думаю, наверное, как и все амбиции. То есть всегда хочется попробовать в какой-то роли. И пока есть возраст, пока есть здоровье, возможность, надо пробовать, надо себя реализовывать в отраслях различных. Вот, наверное, это некий мой маленький шажочек, который у меня дался. И я думаю, что приносит определенные пользы. То есть не просто так меня избрали, а не просто так за меня голосовали. Сам путь избирательный, он же состоял из неких обещаний, программ. Вот насчет обещаний могу немножко акцентировать внимание. Я, наверное, один из многих кандидатов, который был на гонке, который прямо говорил, обещать что-то, особенно по каким-то определенным проектам, благоустройствам, некорректно в связи с тем, что сама система построения муниципального бюджета, заказов, она изначально любому депутату непонятна. Без помощи администрации никто ничего сделать не сможет. Вы это понимали? Я это понимал, и сразу избирательный с вами говорил, что так-так-то, да, я гарантирую только то, что я буду работать. Будет результат, не будет. Я буду сразу, чтобы, естественно, он был. Но как будет на самом деле, будем смотреть. Для чего я это говорил? Для того, чтобы не оказалось, как все говорят, все политики одинаковые, да, все депутаты одинаковые, обещают ничего не делать, я этого не хотел. И когда сама гонка была, вот собрания проводились, и я говорил, что к вам будут подходить другие, как бы мои конкуренты, да, обещать какие-то золотые горы, там, в каждом дворе поставить золотые, там, не знаю, горки, аквагорки, да. Это все неправда, и это все, как бы, действительно для того, чтобы вас каким-то образом вести в заблуждение. На самом же деле, все это очень сложный процесс. Я считаю, что деятельность депутата – это непосредственно прямой диалог с людьми. Да, может быть, не всегда он удается так, как изначально планировалось, да, в связи с тем, что все-таки телефон у меня один, я об этом всегда говорил, значит, на своей избирательной кампании, да, что у меня телефон один, я у меня это ни в коем случае не собираюсь, вот вам все мои визитки, я на собрание всем раздала свои визитки, вот. Огромное количество звонков поступает, действительно огромное, то есть день не менее 15 жителей мне звонят по самым различным проблемам. Ну, каюсь не все, и удается решать, зачастую проблемы не связаны. Вот давайте об этом поподробнее. Да. 2017 год. Какие наказы избирателей были, по каким вопросам к вам обращались, и что удалось сделать, а что осталось? Ну, наверное, как и у всех депутатов, да, наказы были, это благоустройство, значит, в своих дворах. Каждый, естественно, видел это по-своему. То есть тут необходимо было собрать людей, понять общее мнение, выслушать критику, каким-то образом прийти к какому-то мировому соглашению. Опять же, были спорные моменты, не все удалось решить так, как хотелось, так, как планировали. Но, опять же, результат есть. Все те моменты, все те, значит, дворовые территории, которые мы планировали, мы их благоустроили, да. Есть нюансы, но, опять же, сравнивая, например, что было до меня, я не говорю, что это моя заслуга, да, это именно непосредственно конструктивная работа администрации, административного ресурса, да, и депутата, да, и сравнивая то, что было, значит, при главе Павла Николаевича, и сейчас, ну, результат налицо, да. То есть, действительно, это и огромное количество благоустроенных территорий, это и дворовые дороги, это и различные там освещения. Все это есть и все это будет. Значит, сейчас, каждый год мы перед тем, как что-то планировать, мы собираемся с людьми, мы выслушиваем их мнение и вместе пытаемся прийти к какому-то определенному там заключению. Вот, на 2018 году мы также, значит, в конце 2016 года собирались, значит, с людьми проводили собрание, и, в принципе, в принципе, процентов, наверное, 90, то, что мы планировали, было сделано. Вы чувствуете доверие людей, которые проживают на вашем округе? И как оно проявляется? Доверие, ну, конечно же, есть и недоброжелатели, я не буду скрывать, да, но есть и сторонники. Так, например, да, вот недавно у меня был праздник, день рождения, естественно, наверное, вот сторонники мои, да, они завистники, звонили искренне, поздравляли, да, хотели встретиться, значит, дарили какие-то тельные подарки, дарили теплые слова. Я считаю, что это, наверное, как бы некое доверие, да, не просто же так люди поздравляют, значит, какое-то уважение проявляют. Плюс обращаются не только по депутатским опросам, обращаются по личным опросам, за советом, за консультацией. Многие жители, жители именно пожилого возраста ищут какого-то общения, да, они, им нравится вот то, что я на связи, что я могу уделить внимание, что я могу всегда поговорить, выслушать. Правильно я понимаю, достаточно бывает порой выслушать человека, да? Мне кажется, любого человека порой достаточно просто выслушать, и некий груз переложен на свои плечи человека, это проще, да. Мы порой и в церковь ходим для того, чтобы какую-то исповедь провести, да, там, батюшке рассказать о своих проблемах, и действительно становится легче. И, как зачастую получается, депутат берет на себя данную ответственность, да, то есть на прием приходят граждане, которые, ну, некому там по тем или иным причинам прийти, да, дети уехали, внуки живут в другом месте. Они приходят, и обычные житейские разговоры, не более того, но им от этого проще, и они улыбаются, выходят довольны, и мне от этого также становится намного лучше. Какие улицы входят в ваш избирательный округ? Значит, так называемая 45-я база, а конкретнее это Московское шоссе, Оборонное, улица Возрождение, ну, в принципе, пул домов, которые находятся вот на, значит, на Московском шоссе, от Родины до сквера Северной площади. Вы проживаете на своем избирательном округе? Нет, я не проживаю. Это, наверное, был один из таких каверных вопросов на избирательной гонке, почему я не проживаю и хочу имблотироваться здесь. Вырос я, значит, в этих дворах, у меня огромное количество друзей, там живут мои учителя, в школу я ходил непосредственно во второй, который прям поблизости к этому району. То есть это тот район, который мне близок с детства. Я его знаю, меня там знают, мне действительно и хотелось, и хочется каким-то образом участвовать в его будущем. Скажите мне, пожалуйста, Владимир, насколько вы, так вы себя оцениваете, разбираетесь вообще в политике, во всех вот этих политических процессах, взаимодействия исполнительной власти, там, представительных органов законодательной власти? Ну, не будем скрывать, я молодой, да, 27 лет мне. Естественно, многие процессы и моменты мне непонятны, да, но, в принципе, у меня есть старшие коллеги, мне они всегда дают руку помощи, объясняют. У нас очень дружная администрация, всегда по любым вопросам, будь то заместитель, будь то глава, я смогу, как бы, в любое время подойти, меня примут, меня выслушают, мне подскажут. То есть за счет того, что есть диалог, а не монолог, да, выстраивается определенная работа, и она выстраивается положительно. Какие есть планы на следующий год, на 2018? На следующий год, наверное, как в этом году, да, то есть также необходимо нам будет с моими избирателями встретиться, провести определенные, как бы, беседы, понять, что, кто, чего, как видит, значит, на следующий год. В принципе, план-то он уже есть, да, то есть план формируется за год. Это некие, может быть, наказы избирателей, это некие обращения по телефону устные, да, и в течение года ты формируешь определенную картинку, нужно будет донести до администрации, и формируется план, потом, впоследствии, только согласовать с жителями. А хотелось бы поменяться местами с исполнительной властью, поработать именно вот в администрации, и непосредственно решать вопросы, а не быть посредником между жильцами и властью? Ну, пока я считаю, что нужно пройти вот этот путь мой, да, на который я был избран, нужно все-таки освоить его до конца, нужно понять именно психологию этой работы. В дальнейшем, в дальнейшем, ну, желание, я думаю, все-таки есть. Попробуйте. Владимир, а теперь блиц-опрос. Я вам задам 7 вопросов коротеньких, и вы на них очень четко и емко ответите, хорошо? Верите. Давайте, вы верите в Деда Мороза? Конечно. Ваша самая лучшая черта характера? Отзывчивость. Хорошо плаваете? Хорошо. Что выберете, черный, горький или молочный шоколад? Молочный шоколад. Вы боитесь темноты? Средняя. Любимая детская игра? Прятки. И вы чаще в спорах проигрываете или выигрываете? Выигрываю. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу, за то, что ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов, обязательно побед и достижений всех поставленных, пусть амбициозных, но целей и задач. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok